Человеческий фактор Жители Шахтерска Что это? Угроза национальной безопасности или выдумка? Странное изучение Николая Федоровича Начало изводить три года назад О том, что его, возможно, обучает Мужчина изначально даже не догадывался Давление начало на голову Как-то захожу, голова Вот такая становится Пухнет Своими страхами житель Шахтерска Поделился с соседями во дворе дома Всерьез мужчину никто не воспринял Одни за спиной посмеивались Другие вертели пальцем у виска Мол, на старости лет пенсионер тронулся умом Я ему верю Когда находиться в собственной квартире стало невыносимо Мужчина заподозрил Из дому таинственным образом его выживает сосед Недавно купивший квадратные метры Этажом выше Как только он дома Так вот это вот и происходит Жена Николая Федоровича подтверждает Резкое изменение самочувствия мужа Случалось, как только он переступал порог квартиры У него голова болит Что его вот за ним ходят, облучают Чем дальше, тем хуже Мужчина метался по углам квартиры Но необъяснимые изменения в его организме Только усиливались Конец этому не настал даже после скандала с новым соседом Доказать это Николай Федорович не может Но был уверен, его через потолок облучают мощной установкой На что сосед ответил вызовом участкового Другого объяснения, почему в родных стенах Ни с того ни с чего пухнет голова И меняется настроение Пенсионер не мог добиться Нет правоохранителей, нет врачей Дома он не мог У него голова болит Он не мог находиться там И все Мужчине приходилось буквально жить под домом А ночью с ужасом возвращаться в квартиру Почему он заходил ночью? Потому что он уже измождался Он уже должен был ложиться спать Тошнота Потом однажды потерял сознание даже Упал, вот Загадка в том, что жена Раиса Действия таинственного обучения в квартире На себе не ощущала Мне такого не было За муками мужа Женщина наблюдала почти год Настроение, психика какая нарушалась Не мог я спокойно Мне не верят этого Чтобы выспаться, пенсионеру буквально пришлось переселиться к сочувствующим соседям Только у них воздействия излучения поживой мужчина не чувствовал Начинает голова кружиться До того, что до тошноты Я сразу текать начал с комнаты К соседям, у соседей На ночь я не мог оставаться дома Николай Федорович настаивает Это месть соседа сверху Меня облучают Убедиться в том, что в его квартире нет излучательно волн Мы не смогли Дома мы никого не застали Соседи через стенку воздействия загадочного излучения На своем здоровье Не испытывали Я ничего не могу, ребята, не сказать Ничего не знаю из-за этого Соседи уверяют Николай Федорович вменяемый Я ему верю, почему? Потому что все ощущения, которые он испытывал Он же сам мучился Он это не из головы выдумал А вот я, вот я такие у меня ощущения Изначально боль в голове закончилась Внезапной потерей зрения Захожу с улицы И это самое Жена закапывает глаза мне Я стал зрение терять Резко терять Любовь Петровна понимает, о чем говорит ее сосед Хоть и стыдно, признается Нечто подобное когда-то ощущала на себе Молчала, чтобы не приняли за сумасшедшую Я тоже когда-то ощущения у меня были Я ему всегда сочувствовала, говорила Отчаявшись, ее сосед бросился к экстрасенсу Его слова Синевостова шокировали На тебя настолько воздействовали Вот этим вот Лучами, что Мне даже плохо Что я очищаю тебя Решить проблему семья пенсионеров Решила сменой прописки Переездом в другой подъезд Пока я не продал квартиру И купил рядом другую И после того, после этого В этой квартире я себя чувствую отлично Жюлия согласилась на обмен Это позволило ей объединить две квартиры в одну Меня это не пугало, потому что я не искренне Часто приходила к ним в гости И чувствовала при этом себя хорошо И бабушка себя чувствовала нормально Силу возраста я просто это списывала Именно его Воздействие такое, что оно на меня только действовало Рядом сидящие Этого не ощущали Может это зависит от группы крови У меня четвертая группа крови Выяснилось в Шахтерске От таинственного обучения Николай Федорович страдал не один Недавно у него объявился Друг по несчастью Как я попал на этот двор Мне здесь вот я как-то шел Я почувствовал шелест в ушах Включил прибор И я здесь ощутил то же самое, что у меня возле двора Виталий Коваленко утверждает Испытывает то же, что когда-то пенсионер Было у меня в квартире, допустим, плохо После очередного воздействия Я шел по городу Вот такие вот эффекты Я сюда подошел И почувствовал, что здесь что-то не то Я чувствую эту аппаратуру До сумасшествия, думает Коваленко С преступной целью могут доводить ультразвуком Человеческий звук его не воспринимает Но именно он и привел Виталия Во двор пенсионера Вибрация, шелест в ушах Я подхожу и чувствую Что-то вот такое вот идет Я не могу сказать вам на каком уровне Где скрывается источник Коваленко сказать затрудняется Дозиметром же вооружился, чтобы доказать На психику шахтерцев Целенаправленно влияют и другие излучения Их обнаружил у себя в квартире И во дворе И идет волнообразно 12 микрорентген 17, 25, 30, 35, 45 Потом волнообразно показания вниз Иногда это бывает возле двора Иногда очень часто это бывает в квартире Странно, но обучение происходит В ночное время суток И прекращается, говорит мужчина Как только вызывает скорую Или МЧСников Если бы в квартире У меня в квартире было бы в стене Это было бы постоянно Вот если бы допустим Здесь был источник радиации Прибор бы его фиксировал Постоянно Из-за электромагнитного излучения Виталий чувствует себя Будто его поджаривают на сковородке Ток реально идет по телу После чего идут реальные спазмы по телу Реально мышцы напрягаются Сухожилия, болевые эффекты Происходят в реальном времени Реально, я это реально ощущаю Рассказ не на шутку испугал покупательницу квартиры Где когда-то от чего-то подобного Мучился Николай Федорович Ну пройдемте ко мне в квартиру Там проживал Николай, дедушка Я тоже боюсь, что у меня что-то подобное Просто я купила эту квартиру Да, у меня есть подозрение Вот его квартира была Сейчас это две квартиры Вот как бы вместе соединены Незначительное превышение нормы Излучения дозиметра Виталия Обнаружил в бывшей спальне пенсионера Меня больше всего интересует именно Эта спальня Потому что он ко мне приходил туда ночевать Прибор предназначен для измерения радиации Но фиксирует параллельное излучение Проходящее через квартиру Юлия напугана не на шутку А это излучение извне Или это просто может какой-то человек Другой это совершить То есть поставить какой-либо там прибор Или что-либо Точку излучения непонятного происхождения Дозиметр обнаружил на кухне Вот сейчас показывает 20 микровин Здесь очень существенно увеличится Там было 13, здесь уже 2 Это бывший зал Где проживали мои соседи Виталий просит не паниковать Прибор по ошибке фиксирует эту волну Но не воспринимает ее как излучение радиационное То есть какая-то волна есть Присутствует посторонний детектор Ее ошибочно фонирует Хозяйка попросила измерить фон излучения в спальне И на детской, и неспроста Ребенок несколько месяцев страдает от загадочного диагноза Который медики не могут установить Вот уже 2 месяца Я начала задуматься, что лично на мне нет никаких Я не ощущаю этого А у меня просто полугодовалый ребенок Он просто болеет И высыпание И нам врач, профессор Донецкий Сказал, что возможно мы исключили все И питание, и все Но возможно это что-то у вас в квартире При обмене квартиры у Юлии не было Ни малейшего сомнения, что с ней что-то не так У меня была кошка И она спокойно к ним ходила То есть я даже говорила, что Ну, раз моя кошка идет к вам Значит у вас все в порядке С радостью пошла на обмен, так как он позволял ей Проширить жилплощадь Я знала, просто они хотели поменяться И нас устраивало Дедушка неоднократно у меня ночевал И ему здесь было легче, когда мы уезжали То же самое, но уже у себя дома Терпел и Виталий В квартире по каким-то непонятным мне причинам Создается мощное силовое поле То есть происходит сильная ударная ионизация Ионами заряженных частиц Поверху, как скажем, квартиры Началось все с покупки трешки в этом доме Были эффекты ультразвука Когда я находился в спальне один Был вот такой вот эффект ультразвука Когда проходил через перекрытие Я не понял, честно говоря, откуда Шелестящий, очень высокочастотный звук Такой вот насыщенный, модулированный, импульсный Я почувствовал мгновенную головную боль Вот, беспричинную Потом пошла кровь с носа Вот, я закрываю уши руками Эффект воздействия прекращается Открываю, эффект воздействия продолжается Непонятное звучание, говорит Коваленко Заставляло его мучиться от бессонницы Засыпал только под утро На утро я просыпаюсь через два часа Я ощущаю сжение, печь, огонь Внутри все горит Прикладываю лед У меня здесь ожоги У меня моментально вздулась почка И так со всеми органами по очереди Объяснить этот феномен местные и областные врачи не смогли На теле появляются шрамы, ожоги А солярия не посещая, например Врачи говорят, что какие-то непонятные явления в квартире Преподаватель физики, доцент кафедры нанофизика Александр Зюбанов не исключает, что на жителей Шахтерска Могут воздействовать различными излучениями С преступной целью И бетонные стены им не помеха Можем воздействовать на человека Направленным электромагнитным излучением Мы с вами можем воздействовать на человека Направленным излучением звуковой волны Подозрения усилились, когда посыпались угрозы Ведь мужчина – собственник трех квартир Через два с половиной месяца Я услышал под балконом Слушай, ты уваливай отсюда Нам квартиры твои нужны Через две недели Виталий угрожали через домофон За то, что забил тревогу во всех инстанциях Шахтерска Если ты кому-нибудь в городе еще расскажешь О тех событиях, которые происходят у тебя в квартире и в семье Мы тебя накажем Если что-то не дает вам покоя в вашем собственном доме Адвокат Татьяна Иванова просит не паниковать И тут же обращаться к эпидемиологам Таких приборов у санэпидемистанции много Они меряют и радиоволны могут померить И если это повышенная радиация Они могут измерить и зафиксировать повышенную радиацию И составят они акт о том, что они обнаружили в такой квартире Если вас выживают из квартиры ультразвуком Не исключено, что вскоре вы окажетесь в психиатрической больнице Звуковые волны низкой частоты Это называется инфракрасный звук Может оказывать изменение психики человека Может вызывать чувство тошноты Может вызывать чувство страха Пагубное влияние может оказать направленное на живой организм Электромагнитное излучение Каждый орган человека имеет свою частоту колебания Если на нее настроиться с помощью спецаппаратуры Это грозит выходом из строя всего организма Можно воздействовать электромагнитным излучением Это направленные излучатели Электромагнитного излучения И они точно так же могут вызывать психические расстройства Потому что человеческий мозг имеет определенные ритмы Это альфа-ритм, бета-ритм И воздействие на таких же частотах Которые соответствуют ритмам человеческого мозга Вы можете вызывать изменение психического состояния человека Татьяна Борисовна не исключает Что доведение людей до сумасшествия Или выживание их Чтобы заполучить жилье Новое невидимое оружие аферистов Но чтобы им воспользоваться Нужен ученый со стажем И дорогой техникой Возможно все Но тяжело это сделать практически Вот практически такое осуществить Крайне тяжело Это либо уже должен быть Очень какой-то хороший физик Который в чем-то заинтересован Но, как правило, хорошие физики У нас малообеспеченные люди Квартиру Виталия Коваленко обследовали МЧСники И на всякий случай энергетики Источник изучения Первые не нашли Вторые заприметили На электризованность бетонных плит По всей площади Которая через время исчезала Обращение в местную милицию и прокуратуру Закончилось отказом в возбуждении уголовного дела Установить факт преступления Говорит мужчина Правоохранители не могут По той причине, что обучение происходит ночью Но ему никто не верит Для убедительности Коваленко прошел освидетельствование у психиатров Безрезультатно В итоге Также пришлось сменить прописку Если вас тревожит нечто подобное Обращайтесь на телефон горячей линии 066-196-63 Или пишите на сайте телеканала Донбасс В разделе Человеческий фактор Не забывайте смотреть нас каждую пятницу В это же время Оставайтесь с нами Впереди медицинская программа Здравствуйте С Юрием Сугаком Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин